Они следят за тем, чтобы бюджетные рубли не были истрачены, и не по назначению. Проверка и учет – основные задачи контрольно-счетной палаты Улан-Удэ. Финансовые контролеры приняли решение пройти сертификацию, провести которую могут только независимые эксперты. Процедура сертификации включает, как я сказала, направление материалов в счетную палату России для анализа. Следующий этап – это распределение между членами сертификационной комиссии обязанностей по комплексному анализу. Результаты этого анализа и выводы ведущих российских специалистов направят в Москву Сергею Степашину, председателю контрольно-счетной палаты России. Пока экзамен прошли только три города. Улан-Удэ – четвертый по счету. Принять федеральную комиссию решаются далеко не везде. Подготовленные специалисты, взаимодействие выстроено с органами исполнительной и законодательной власти, говорят о том, что у палаты есть хорошие перспективы для реализации возложенных на нее задач. Прохождение сертификации – это своеобразный тест на профпригодность, соответствие международным стандартам. Итоги проверки озвучат позже на президиуме в Москве. Однако сами специалисты не сомневаются, что этот экзамен они выдержали достойно. Наталья Кладникова, Виктор Немаев, Новости дня. Бестрастность и обоснованность вывода.